Как вообще пить водку? Вот эта водка, прям совсем водка водочная. Такая прям, ну, кайф. Я рад, что вы получаете удовольствие. И водка многих крепких алкогольных напитков, которые не имеют, выражаясь научным языком, наименования защищенного и контролируемого по происхождению. То есть водку могут произвести абсолютно в любой стране мира, даже в Новой Зеландии. И водка в этом смысле не является, с точки зрения международного права, русским или российским крепким алкогольным напитком. Если говорить о истории того, какая страна родина водки, то здесь еще во времена СССР были достаточно большие судебные разбирательства с Польшей за право называться родиной водки. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, кто является родиной. С нашей точки зрения, естественно, это Россия. С точки зрения поляков и польских экспертов, это, естественно, Польша. Здесь консенсуса мы не найдем никогда. Понятно. Но а как вообще пить водку? Может быть, есть какие-то особенности? Ну, никаких таких особенностей нет. Но если начинать по порядку. Во-первых, водка – это напиток, который может употребляться в качестве аперитива. Я думаю, что те, кто употребляет водку, прекрасно знают, что она возбуждает аппетит. Поэтому там 30-40-50 миллилитров водки – это то, что прекрасно возбудит аппетит, и потом вы будете иметь совершенно прекрасный обед. Это один из самых универсальных гастрономических сопровождающих напитков в мире. Что я имею в виду? Водка практически идеально подходит к русской национальной кухне, и не только к русской. И с этой точки зрения феномен популярности водки у нас в стране во многом этим и объясняется. Русская еда традиционно – это достаточно тяжелая еда. Мы живем в большей своей части на территории, где распространен так называемый северный тип потребления. Когда холодно, когда надо греться, когда надо есть тяжелую жирную, сытную пищу, для того, чтобы организм мог функционировать. В этом смысле мы ничем не отличаемся, предположим, от финнов или от шведов, которые тоже являются странами с северным типом потребления, и там также водка очень популярна. Поэтому водка, она вот легла по очень многим позициям на душу российского человека, и в том числе своей вот этой универсальной гастрономической составляющей. Практически любое блюдо российской кухни, оно с водкой прекрасно сочетается. И еще есть один очень любопытный момент. Дело в том, что у нас не запивают, у нас закусывают. То есть, у нас в холодильнике практически в каждой семье стоит бутылка водки, и нам уже не надо думать, что дальше будет на столе. Понимаете? Это слабо, да. Абсолютно. То есть, еда становится вторичной. Есть водка, а к ней уже все пойдет. И это во многом объясняет тот факт, что в России люди не очень хорошо разбираются в винах. Потому что с вином обратная история. Вином запивают еду. И сначала первичная еда, и потом уже люди думают, какое вино подобрать к еде. А у нас все просто. Но даже при этом, и я думаю, мы с вами еще обсудим этот вопрос, есть продукты, в том числе традиционные, которые не сочетаются с водкой. Конфета? Ну, конфета – это крайний вариант. Хотя нам с вами наверняка и зрителям известны случаи, когда водки закусывались конфетами, какими-то сладкими помадками. Ну, это такой тяжелый случай, и все помнят устойчивое омерзение, которое возникает в этот момент. Но здесь я говорю, вы знаете, о молочных продуктах. Если верить нашему классику Вильяму Похлебкину, а я ему верю, он совершенно однозначно говорил, что водку нельзя закусывать сыром. Это совершенно несочетаемый продукт. Если вспомнить наше детство, я думаю, что он сплавленный сырок. Плавленный сырок – это святое. Это святое. Поэтому с сырками и вообще с сыром водку закусывать нельзя. Более того, если вы нальете крепкий алкоголь в молоко, проведете такой эксперимент, посмотрите, что с молоком произойдет. То же самое происходит у нас в желудке. Поэтому, мне кажется, не стоит на себе экспериментировать, надо себя поберечь. В этом смысле не надо закусывать водку сыром. Достаточно других продуктов. Ну и вообще молочные продукты с водкой – это не очень хорошее сочетание по той же причине. И второй продукт у нас, кстати, с вами на столе, которым традиционно у нас водку закусывают до сих пор – это колбаса. Вот Вильям Похлебкин говорил, что колбаса – это не есть тот продукт, потому что в любой даже самой хорошей колбасе достаточно много разных ингредиентов, которые могут неоптимально сочетаться потом. А селедочка? Селедочка, картошечка, буженина, мясо, зелень – это все замечательно. Особенно русские соленья. Они как будто предназначены для водки. Но здесь еще хотел бы обратить внимание на одну особенность. Дело в том, что водка – это продукт, который разный. Очень много людей мне говорят, что водка – это одно и то же. Это просто смесь воды и спирта, больше ничего. И одна водка от другой совершенно не отличается. Я вам совершенно честно, точно смею заверить, что водки отличаются одна от другой. Давайте, может быть, попробуем. Да. Потому что у нас тут все стоит, уже такие запакевшие стаканчики. Это хорошо. Говорят, что ее нужно в морозилке морозить. Кто-то наливает, наоборот, в замороженные рюмки. Как вообще это все происходит? Я против морозильника. Категорически. Почему? Дело в том, что когда мы замораживаем продукт, и потом мы его сразу сервируем на стол, что мы с вами в итоге получаем? Продукт без аромата, без вкуса. То есть просто проглатываем некий кусок льда, который потом у нас растворяется в желудке, и наступает алкогольное опьянение. Я сторонник того, что надо получать удовольствие от процесса, а не от последствий. Вот если ты хочешь получать удовольствие от процесса, и ты купил правильную водку, она должна быть охлажденной. Для чего замораживать? Для того, чтобы скрыть неприятный вкус или неприятный аромат. Если эта водка качественная, ей нечего бояться, она в охлажденном виде все продемонстрирует. Дальше. Я сторонник того, что надо наливать бокальчики небольшие. Во-первых, водку не надо много пить. 100 грамм водки – это совершенно достаточная доза, для того, чтобы получать удовольствие, а не потом, так сказать, ходить с больной головой. Но у нас же люди по-другому думают. Ну, нельзя быть настолько рабом привычек. Если мы говорим, мы будем пить, как пили исторически, Россия не была страной, пьяница. Да, выпить рюмку за обедом – нормально для здорового мужика. Рюмку, ну, две. Вот вам искомые 100 грамм. Давайте попробуем тогда. Смотрите, первое. У нас с вами здесь четыре разных вида водки. Я предлагаю продегустировать понемножку каждого из этого вида. После того, как мы делаем небольшой гладочек, мы запиваем водой. Кстати, возвращаясь к теме, чего, на мой взгляд, не стоит делать. Вот, на мой взгляд, не стоит запивать водку газированной водой. И вообще сладкими водами. Вот это прямой путь к тому, чтобы утром голова болела. С какой стороны начнем? Начнем слева направо. Ваше здоровье? Да, ваше здоровье. Давайте попьем водички. Мне интересно ваше мнение, что вы сказали бы об этой водке. Немножко рисковато, на мой вкус. Перчинка как будто бы. Нет, не перчинка, а что-то язык жжет. Да, ну, это то, что я называю перчинкой, потому что когда дегустируешь, очень важно договориться о терминах. Ну, вот очень так приятно отдает, по небу так. Пьется легко, и самое главное, что у нее вкус вполне традиционный. Да, и с вот таким хорошим послевкусием, немножко жгучим, да? Да. То есть, достаточно характерный образец. Запомнили. Давайте теперь к рюмке номер два. Рюмка номер два. Ваше здоровье. Ваше, да. Вот это очень мягкая водка. Вот это водка, прям совсем водка водочная, да? Да. Мне приятнее больше первая была. Первое интересное. Это более нейтральное. Да, это нейтральное. Очень неярко выраженный вкус. Да. Чувствуется спирт. Давайте попробуем третьего. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ощущение спирта очень сильно. Мы говорим, что она ароматнее, чем эта, но проигрывает в аромате на образцу номер один. С другой стороны, она довольно интересная в послевкусе. Нет такого достаточно перечного окончания, как здесь, и здесь в послевкусе гораздо мягче. И еще чем-то вот таким приятным отдает, напоминающему анис. Да, что-то есть, да, такое очень ярко выраженное. И послевкусие у нее значительно лучше, чем у первых двух. И, кстати, дольше держится. Замечательно. Давайте образец номер четыре. Давайте. Ваше здоровье. Да. Вот эта водка очень мягкая. Она где-то близка вот ко второй рюмке. Такое послевкусие у нее, оно как-то быстро проходит. Ну, смотрите. Мы с вами сейчас попробовали четыре классических российских водки, очень известных брендов. И мы с вами отметили, что каждая из них очень серьезно отличается одна от другой. Вот почему я говорю, что не надо пить замороженную водку, потому что, когда ты пьешь ее замороженную, ты никогда вот этих вещей не поймешь. Ну, к чему я это все клоню? К тому, что вот эти все четыре водки, они будут по-разному сочетаться с разными блюдами. Мы с вами отметили, что у них разное послевкусие и разный вкус. Поэтому они не могут одинаковым образом сочетаться с теми блюдами, которые у нас на столе. Обычно, когда пьешь водку за столом, фактически ты разницы это не чувствуешь. Вот сейчас вот мы попробовали четыре разных, и тут, конечно, очевидно. Вот давайте попробуем. Ну, давайте. Возьмите себе селедочки, да, и на противовесе возьмите себе буженину. Вот, и давайте мы с вами поэкспериментируем. Я рекомендую, как самый такой характерный образец, номер один. Номер один. Да, значит, единственное, я вас попрошу попить воды, съесть кусочек хлеба, чтобы рецепторы освежить. Очень часто, когда мы употребляем алкоголь, что мы делаем? Мы берем, делаем глоток, потом мы берем и закусываем. А по сути своей это неправильно. Очень интересно, когда структура алкогольного напитка взаимодействует со структурой еды. Поэтому надо взять кусочек, например, буженины, начинать ее жевать. Угу. Теперь давайте сделаем еще эксперимент. Выпейте глоточек воды, опять же, хлеб. Здорово. Я рад, что вы получаете удовольствие. А так вот не догадаешься никогда, что нужно так делать? Так ничего сложного нет. Всего лишь чуть-чуть подумать и все. Это подумать, да. Но мы же привыкли к тому, что водку надо сразу рванули достать. Зачем? Это навязанный стереотип. У нас массовое пьянство, между прочим, в 30-х годах началось, когда появилась водка, так называемая рыковка. Это отдельная история совсем. Возьмите то же самое, проделайте с селедкой, да, образец номер один. Хорошо. Нет, под селедку не идет. Не идет. Не идет. Пожалуйста, тогда возьмите образец номер два и его с селедкой. А я вообще не почувствовал, что это водка. Это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Это приятно, потому что такое обжигающее, и у селедки сразу проявляется вкус по-другому, богаче. Если я правильно вас понял, вам первый образец в целом понравился больше, чем второй. Да. А теперь, если у вас на столе селедка, то вы понимаете, что первый образец, хотя он вам нравится, его лучше не брать. Это правда, да. Лучше взять второй, который вам меньше нравится, но в этой конкретной ситуации он даст вам гораздо больше удовольствия. Вот в этом состоит, собственно говоря, простая вещь. Подумай, что ты ставишь на стол из еды, подумай, какой ты ставишь напиток, и сделай себе праздник. Уже приятная такая теплота пошла. Замечательно. Ну, тогда я вам предлагаю попробовать еще капусту. Поскольку русские соленья, они очень интересные. Вам понравилась водка номер один? Да. Больше всего, да? Да. Пожалуйста, давайте вот капусту с водкой номер один. Хорошо. Кто бы сопротивлялся? И возьмите водку номер один. Не очень. У водки, да, у водки появился какой-то спиртовой такой-то вкол. Замечательно. Давайте экспериментировать с вариантом номер три. Я вам честно скажу, я не знаю, где какая водка. Я понял. Ну, пробуйте образец номер три, сосредотачивайтесь. Да, тоже не очень заметно, но все равно горчинка есть. Горчинка есть, но гораздо меньше, чем в случае. Да. И тогда давайте еще попробуем вариант номер четыре. Но фактически незаметно, да, опять же, она очень близка к второй. Поскольку капуста достаточно яркая, более нейтральный вкус водки в варианте номер два и номер четыре, он будет с капустой интереснее. Значит ли это, что с вариантом номер один нельзя? Да можно. Конечно, можно. Но степень удовольствия будет совершенно другая. Теперь попробуйте с колбасой. Знаменитая история. Закуска колбасой. Качественная колбаса. Ну что, какую пробуем? Первая, вторая? Первая, первая. По порядку. Не идет. И не должно идти, потому что вот этот жир, который есть в колбасе, он вступает в взаимодействие с достаточно яркой водкой, просто даже может противным быть. Неприятно. Вот это то, о чем я говорил. Значит, колбасу надо или с четвертой, или со второй, да? Вообще лучше не надо. Лучше поставьте на стол поросеночка с хреном, и все будет замечательно. И вам простят отсутствие колбасы. Ну что, может быть, попробуем под горячие закуски? Давайте попробуем под горячие. О, спасибо. Не пей, не пей, но под горячие налей. Так всегда бывает. Что рекомендуете? Вот, кстати, очень интересный вопрос. С одной стороны грибы, которые у нас традиционно подаются к водке, а с другой стороны жульен, явно не русское блюдо. И вот здесь вот как раз можно попытаться найти какой-то компромисс между грибами и ингредиентами сырными, молочными, которые присутствуют в жульене. Честно, сразу вам скажу, я небольшой поклонник закусывать водку жульеном, но я признаю, что ряд водок с жульенами очень неплохо сочетается. Поэтому сразу вам рискну предложить образец номер 3, но до этого я хотел бы все-таки закончить эксперимент с холодными закусками. Так. Предлагаю вам взять и попробовать огурец. Огурец. Как же, водка без огурца не попробовать? Вы хотите, чтобы я взял свежий огурец или соленый? Нет, соленый. Соленый огурец. Жуем и берем образец номер 2. Образец номер 2. А я вообще не почувствовал, что это водка. Это хорошо или плохо? Нет, это плохо, конечно, потому что хочется, чтобы какое-то было ощущение. Огурец сбивает все. Замечательно. Образец номер 4. Номер 4. Ваше здоровье. Ого. Вот такая прям... Получилось все ядрено очень. Да, очень ядрено. Вот понимаете, мы все очень разные. Кому-то понравится тем, что водку вообще не чувствуешь. Ну, например, женщинам. Многие женщины немножко боятся резкости в водке. И если уж, так сказать, судьба сложилась, что они пьют водку, им важно, чтобы они этот водочный вкус не чувствовали. И не чувствовали спиртуозность. Тогда, вот в этом варианте, для женщины, я думаю, вы со мной согласитесь, вариант номер 2 с огурцом просто... То есть я на стол ставлю две бутылки, женскую и мужскую, правильно? Например. Ну, давайте перейдем к Жульену. Пока мы не перешли к Жульену, я бы хотел спросить, вот сейчас полно всякой китайской еды, корейской, вьетнамской, вот народ все равно продолжает водку под них пить. Начнем с первого. Китай. Китайская кухня вообще не существует. Потому что в Китае, на мой взгляд, одна из самых великих кухонь мира, но она подразделяется как минимум на 8 очень больших региональных кухонь. Поэтому, когда мы говорим в общем о китайской кухне, значит, мы говорим в общем ни о чем. Там надо совершенно четко понимать, там, это северная пекинская кухня, там, или сычуаньская кухня. Они очень серьезно отличаются. В Китае водка, между прочим, это национальный алкогольный напиток. Второй вопрос, из чего они ее делают, какая у них крепость у алкогольных напитков. Потому что для китайца, чем более высокое процентное содержание спирта в водке, тем лучше. И третье, очень важный вопрос, как это сочетается с китайской едой. С очень многими видами разных китайских региональных кухонь водка сочетается замечательно. Иначе ее бы там не пили. Да, там, Мао-Тай, там, или даже Эрготоу китайские, они все очень дружелюбны к большинству блюд китайских. Если мы говорим с вами о Японии, здесь более сложный вариант. Хотя, после Второй мировой войны, после того, как американцы научили японцев пить виски, очень многие блюда японской традиционной кухни стали закусываться в виски. Закусываться? Да. Или запиваться? Нет, закусываться. Я не случайно так сказал. А в то же время японская кухня, ну, прежде всего, она, конечно, наиболее дружелюбна к пиву. И есть масса вин, с которыми многие блюда японской кухни очень хорошо сочетаются. Что касается водки, можно экспериментировать, конечно же, но результаты этих экспериментов могут быть разными. Если говорить о кухне азиатской в целом, ну, например, среднеазиатской кухни, я, например, считаю, что многие виды пловов очень хорошо будут с водкой сочетаться. Водка как раз для этого и предназначена. То есть она будет убирать вот эту жирность, она будет убирать эту тяжесть, и с многими пловами будет совершенно замечательно сочетаться. Пробуем. Значит, все то же самое, да? Я пробую... Да, да, да. Попили водички. Сейчас мы усложним эксперимент. Вот что вы сейчас ощутили во вкусе? Сливки, грибы и какие-то травы. Вы почувствовали кислинку? Немножко, да, но такая не очень винятная. То есть сладости тут нет? Молочная кислинка, да. Давайте определимся с базовым критерием. Сладости тут нет? Нет. Горечи тут нет? Нет. Есть некая жирность, что понятно. Да, да. Им небольшая кислинка. Теперь мы с вами... Давайте вспоминать, в каком у нас образце, какие доминируют характеристики, попытаемся подобрать осознанно. Нам что хочется? Нам хочется немножко убрать жирность, и нам хочется поиграть с этой кислинкой. Я бы взял, наверное, четвертый образец, или первый. Ну, давайте попробуем. Сначала с первым, потом с четвертым. Да, хорошо, давайте попробуем так. Пробуем с четвертого номера. Ну, подходит, но не очень. Он так жестковатый становится. Угу. Пробуем первую. Я предвкушаю, что вы скажете. Как родная. Как родная. А теперь попробуйте со второй, которая была, в нашем понимании, относительно нейтральной. Да, она была самая мягкая из всех, которые здесь есть. Ну, да. Да. Это то, что я вам хотел сказать, что более яркие водки, с достаточно жирным и кисловатым жульеном, они чаще всего не сработают. То здесь подойдет более нейтральный вкус водки. Нейтральный, да, совершенно правильно. И наоборот, соответственно. Если у нас блюдо имеет относительно нейтральный вкус, ну, или, предположим, как селедка соленая, да, то здесь можно попытаться найти более яркую водку. А вот меня как покупателя интересует вопрос. Я, допустим, выбрал одну водку, я покупаю ее. Она так очень бывает, что совершенно другой вкус. Может быть, несколько причин. Ну, первая причина, что если это какой-то большой водочный бренд, очень часто качество у них может гулять. А может быть, вторая история, которая тоже очень логичная. Вы эту водку попробовали не с тем блюдом. И чаще всего ответ именно в этом. Не в производителе дело. Просто сегодня вы попробовали водку, я не знаю, с колбасой и с салатом оливье. У вас сложились одни впечатления. Завтра вы ее попробовали с бужениной и, не знаю, с жульеном, и она вам не пошла. И у вас полное ощущение, что вы не ту водку купили, вас обманули. Для чистоты эксперимента надо пробовать с одним и тем же, тогда сказать, да, все то же самое. Или нет, меня обманули. Водка, мы ей греемся, мы ей ставим какие-то компрессы, растираемся. Вот медицинская какая-то, она имеет значение? Спирт – это очень хороший антисептик. Это известно с древних времен. Если мы вспомним историю средневековой Европы, то дистилляты носили в средневековой Европе на французский манер название «ОДВИ», что в переводе означает «вода жизни». Это было совершенно не случайно, потому что во время многих эпидемий, например, чумы, очень часто рекомендовали пить как раз вот дистилляты крепкие алкогольные из-за различных плодов и ягод. И люди этим спасались многие. То есть водка, конечно, такой эффект имеет в том числе. Другой вопрос. Есть народное средство – водка с перцем. Вот я прихворнул, надо водку с перцем. Хочу сказать, что это очень опасное, может быть, самолечение. Меня в студенчестве один раз так вот чуть не долечили до, так сказать, смертного водра. Потому что я просыпался, мне друзья по комнате в общежитии наливали тут же стакан водки с перцем. Я выпивал, опять отключался. Как только я продирал глаза, они мне повторяли это все. Так было два дня. До тех пор, пока я не заметил, что их нет в комнате, я выполз и сбежал. Попал в больницу, и мне там объяснили, что еще денек такого лечения могли бы не откачать уже. Есть некая шкала, в которой ряд ученых описал, какие из алкогольных продуктов наименее вредны для здоровья человека. Вот по их мнению, на первом месте стоит белое вино, а на втором месте водка. Но опять же, от дозы зависит, конечно, вы понимаете. Ну, это понятно, да, дозы, конечно. Причем на организм мужчины и женщины этот напиток оказывает совершенно разное воздействие. Вообще, в принципе, по определению, женщины должны употреблять алкоголь меньше. Но, значит ли это, что женщины не могут пить водку? Нет. В нашей культуре женщина совершенно спокойно может пить водку. И это не должно быть никаким образом осуждаемо. Другое дело, сколько и как. Вот если женщина будет пить водку так, как сегодня мы с вами пытались это делать, если это будет небольшая рюмка водки с гастрономическим сочетанием, это совершенно понятно, нормальное, естественное явление. Весь вопрос – вопрос мира. Если возьмем и другие страны, пожалуйста, почему никто не будет осуждать француженку, если она будет сидеть с бокалом коньяка? И почему мы должны осуждать женщину, если она будет с рюмкой водки находиться? Что для нас водка? Предмет национальной гордости? Наш национальный напиток? Или это наше зло и беда? Как обычно, здесь две стороны медали. Если мы будем фокусироваться на том, что водка может быть нашим национальной гордостью и напитком, который вызывает уважение, если этот напиток для наслаждения, а не для того, чтобы напиться, тогда это светлая сторона. Если это алкоголизм, это, конечно, страшно. А может вообще водка быть стимулом для алкоголизма? Любой напиток может быть, к сожалению. Если употребление алкоголя для тебя попытка убежать от действительности, от реальности, то тут не важно, что пить водку. Водка дешевле просто. Абсолютно. Абсолютно. Если ты поставил на стол бутылку водки сегодня, то подбери, пожалуйста, к ней еду. И сделай из этого праздник живота свой. Радости сделай праздник. А не сделай праздник похмелья. Кстати, вот о похмелье. Есть же какие-то методики. Мы-то все привыкли, там, ну, огуречный рассол. Вы знаете, мне один из наших очень уважаемых профессоров как-то дал совет. Если вдруг хмурое утро по какой-то причине случится, что надо делать? Хмурое утро, да. Да. Это яблоки. Причем свежие яблоки. Если совсем уже грустная ситуация, что рот не раскрывается, яблоко укусить не можешь, то тогда, значит, это должен быть яблочный сок. Лучше свежевыжатый. Свежевыжатый. Если уж свежевыжатый не получается, то можно, конечно, бутилированный, пакетированный, но стараться сделать так, чтобы приобретать тот сок, которым наименьшее количество сахара. То есть яблоки, они лучше всего выводят алкогольную интоксикацию. Это не значит, что быстрее, но они очень мягко ее выводят. Животрепещущий такой вопрос. Вот когда надо идти в гости, и ты знаешь, что тебя будут накачивать. У нас же есть такие люди, которые «давай, давай, только давай». Вот как нужно подготовиться вообще к такому? Можно ли каким-то образом снизить вот этот порог опьянения, как-то его оттянуть? Не надо пить во многих ситуациях. Ну, например, никогда не надо пить на голодный желудок. Никогда не надо пить, если вы устали. Пить, если вы плохо себя чувствуете, у вас там, не знаю, сердце, давление или, так сказать, общая слабость. Не стоит пить крепкие алкогольные напитки, если вы на высоте. Ну, например, в самолете. Очень многие этим злоупотребляют. Это делать не надо, потому что на алкогольной высоте 10 тысяч метров на человека действует совершенно другим образом, не так, как на земле. Он и по вкусу по-другому воспринимается, и то, что называется, по мозгам бьет совершенно по-другому. Если вы хотите как-то подготовиться. Ну, есть масса рецептов, начиная от варварского, ну, не для слабонервных. Взять банку шпрот, значит, вылить масло, которым шпрот лежат, намазать на хлеб и съесть. Другую сторону, вас в гости могут не пустить просто с таким ароматом. А почему от шпрот? Ну, так вот, я же сказал, крайний случай. Можно съесть небольшой кусочек сала, потому что у вас тоже пищевод, так сказать, смажется, просто алкоголь в кровь будет всасываться не так быстро. Ну, там сливочное масло. Сливочное не надо. Не надо сливочное. А потому что на основе молока, да? Ну, мой совет не надо. Ну, кто хочет, пожалуйста. И второе, подготовившись таким образом, будучи достаточно, так сказать, сытым, потому что умный гость перед походом в гости всегда немного поест. Вы будете готовы. Ну, и, конечно, обязательно за столом надо нормально совершенно кушать. То есть не надо вот этого раз, два, три, между первой и второй промежуток небольшой, а дальше там пуля не должна успеть просвистеть. Вот если идти таким путем, то исход, так сказать, вечера очевиден. Вот если идти спокойно, то все будет в порядке. Да. Кто понял жизнь, тот не торопится. И это, кстати, вот это вот новое ощущение совершенно, которое я сейчас получил, по-другому заставляет меня уже просто даже смотреть на этот напиток. Ну, я очень рад, что у вас произошла такая с вами метаморфоза. Это другое восприятие ощущения жизни. И если говорить достаточно высокопарными фразами, может быть два подхода к водке. Первый – водка – яд, водка – зло, водка – источник преступлений. И другой подход, который мне гораздо более симпатичен. Водка – это российский национальный продукт, и это наша национальная гордость. Как вообще пить водку? Вот эта водка прям совсем водка водочная. Такая прям... Ну, кайф. Я рад, что вы получаете удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok